Я приветствую всех! Я бы сегодня хотел поговорить об отечественном производителе. Дело в том, что руководство нашей страны, правительство, говорит о необходимости поддержки отечественного производителя. Правительство говорит о необходимости импортозамещения, о необходимости в сравнении всех причин, препятствующих импортозамещения. Дело в том, что отечественные производители сталкиваются с определенными системными проблемами, которые им препятствуют осуществлять импортозамещение, которые препятствуют им производить отечественные товары. А отечественный производитель к нам обратился в организацию И это как индивидуальные предприниматели, так и коллективные хозяйства Которые жалуются на определенные системные экономические проблемы Казалось бы, абсурдной ситуации Вы проезд, как говорите, необходимость отечественного производителя Необходимость поддержки импотредзамещения Давайте обратимся к конкретным обращениям отечественного производителя Давайте послушаем те системные проблемы, с которыми сталкиваются на практике А отечественного производителя, предпринимателя, коллективных хозяйств и так далее Я Варзин Валентин Федорович, мне 67 лет Я бывший руководитель предприятия Смирдонский стеклозавод Акционерное общество Смирдонский стеклозавод Я там отработал с 87 года по 2014 год, по февраль месяц Так сложилось, что на этом стеклозаводе я пришел как раз в период перестройки Пришел работать из рабочих Я был стекловаром, 18 лет я отработал стекловаром У меня были высшие образования, меня поставили на этот завод коммунисты В тот момент, когда завод был совсем на грани Полностью, как бы он не мог работать И вот мне за 30 лет пришлось сделать полностью реконструкцию этого завода Значит, и на период моего отстранения от должности Этот завод уже представил собой подобие европейского предприятия Значит, сколько энергии уложено и сколько знаний Вы представляете, как когда-то национаты Морозова Из простых людей становились в мире России Так можно сказать, что я себе хочу сказать так Что можно сказать, что я тоже этот завод поднял на уровень настоящего производства Значит, завод производит стеклянную бутылку зеленого цвета Значит, он может производить от 200 граммов по объему до полутора литров Значит, завод очень коммуникабельный В плане того, что даже в период вот такого тяжелого финансового состояния Он мог Там были очень современные машины Бетера итальянская Она таких сейчас у нас в России очень мало Вот И у нас так как деньги не позволяли полностью Оставили старые машины ВВ-7 Которые, значит, могли делать заказы маленьких Маленькие заказы То есть, таким образом Если другие заводы Не брали заказы Там по 300, например, тысяч бутылок От кого-то, от заказчика От партия То наш завод мог это делать И на этом как раз было выигрышное состояние Значит, беда случилась тогда, когда в 2008 году Мы стали делать реконструкцию завода И обратились в Сбербанк с просьбой выделить нам кредиты Значит, в то время в области была еще инвестиционная программа Значит, и нас освободили от налогов на имущество Вот, и мы взяли 400 миллионов кредитов И все это удачно вложили Купили оборудование Купили, значит, самое Все провели полностью реконструкцию Ну, там много чего В общем, очень экономно, но, я считаю, здраво Все вложили И тут как раз ударил кризис Вот, кризис ударил И ударил он, в первую очередь, конечно, по производству Риска упала от продажи И кредит взяли с Сбербанки по 12% годовых И в течение пяти лет Которые с 2008 по 2013 год Было заплачено заводом 250 миллионов этих денег По процентов и 35 миллионов примерно Это самое повышение кредитной линии Значит, в моих была изменена технология Так, больше много кое-чего я сделал для того, чтобы очень экономно И, я считаю, здраво вести свой бизнес И Сбербанк предложил мне, что кругом растает задолженность То надо, значит, ввести в конкурсное управление Ну, и предложил Гамничев Александр Иванович Завод рентабельный Налоги все платили всегда Налоги все платили до состояния, какое Решилось только в период банковства Значит, зарплаты платили вовремя Значит, я хочу сказать, что это все не случайно Это продуманная схема В которой завязаны многие действующие лица Начиная от Сбербанка, конкурсное управляющее Обык в Вологодской области Вот с момента, когда, значит, по итогам За пять лет, с 2008 по 2013 год Было заплачено 250 миллионов кредитов То есть процентов И 35 миллионов было заплачено в основном Ну, погашение долга Значит, отношения стали портиться Они не портились Было сделано предложение на тот момент Что вместе в конкурсное управление Ввели и целый год нормально Пока самый тяжелый период Самый тяжелый период в работе завода Мы пережили на конкурсное управление В течение года Когда стало понятно, что завод выходит из кризиса В этот момент и отношения стали портиться Мне сказали, идти отдохни в феврале месяце Я поехал в Таиланд, отдохнуть на две недели Только уехал, приезжаю, мне сразу позвонили Тебя уволили Увольли, конечно, не по закону Но это уже не важно Это было понятно, что Потом восстановиться через суд Но это все не то Схема-то везде одинаковая На одно предприятие так уже Сначала входят на предприятие Потом пишут Заставляю всех написать заявляемый расчет Потом создают обстановку 1937 года Начинают Что люди начинают Им же надо всем Люди понимают Потом начинают Кого В смысле со мной Из завода ушла полностью Все руководство Технический директор Главный бухгалтер Это все Полностью все ушли Ну и это и мне не надо Они поставили своих людей Периодически меняют конкурсных Через суд Меня не интересует даже Настолько бизнес Чтобы он вернулся Надо чтобы не было Этой заразы дальше Это же одно предприятие Второе, третье Это же сколько же Можно разорить Это все идет Не на пользу Нашему народу и всем Там сейчас Период такой Что Да столько Уже они Обнаглели Там На заводе Они там Металлом Весь сдали Все станки Порезали Все емкости Порезали Все это сдали Металлом Деньги получили Наличные Ничего не приходило И никуда В общем Вот так И куда И вот куда Что я могу сделать Ничего Сейчас опять-таки Люди встречаются со мной Многие говорят Куда ты вернешься Но будет там место Там уже до такой степени Вор ворует Чем больше Чем безнаказаннее Во-первых Если в случае Я вернусь Вся команда Которая С умнож Она вернется обратно Они так Они даже Никуда не идут Постоянно Згонят Это раз Во-вторых Значит Я еще раз говорю Что сейчас Все заводы Скоро Настанет период Как раз Работы Такого завода Как Смолдунский Потому что Он Может делать И большую бутылку И маленькую И большие заказы И маленькие Платонна Светлана Геннадьевна С 2005 года До 2013 года Включительно Пока Акционерное общество Вело свою деятельность Значит До момента Введения процедуры Я занимала должность Председателя Совета директоров И осуществляла Общее руководство На предприятии Черепецкий молочный Комбинат Значит Предприятие По объему Производства Молочной продукции На третьем месте В области Значит Перерабатывали Ну Уникальность Предприятия Как бы Как и все предприятия Которые Молокоперерабатывающие Которые На территории области Находятся Это Производство Вологодского масла Марка известная Раскрученная А также Селеномолочные продукты Творог Сыры плавленные Производило предприятие Ну В хорошее время Как бы Объем переработки Там И выручка предприятия Была Порядка Миллиарда Рублей За время работы Инвестировано Денежные средства В оборудование Предприятия То есть Обновлено Оборудование Предприятия И число Работников Там Порядка 300 человек Ну В момент Кризиса В 2008 Году Мы столкнулись С трудностями Значит Увеличились Процентные ставки По кредитам А предприятия Ввели за заемщиками Многие Купят Партнером Основным У нас был Сбербанк Возникли трудности И так же Ростельхозбанк Возникли трудности У нас Значит Вылечилась Процентная ставка И нагрузка Финансовая Возросла На предприятии Вынуждены были Еще Чтобы Продолжать Работать Дополнительно Привлекать В оборот Денежные средства И Значит Тут случилась Проблема Ростельхозбанк Прекратил Финансирование Кредитов Вынуждены Были Заниматься Гашением То есть Отвлекали Денежные средства Из-за Банта Что в конце концов Значит У нас сложилась Финансовая Ситуация Тяжелая И Поставщики Нам Стали Ограничивать Поставку Молока Ну Снизился Объем Производства В общем Такая ситуация Была Непростая Обратились Мы В Сбербанк Поскольку Ростельхозбанк Пока временно Представил Кредитование Всех заемщиков Алагорской области Там Утренняя Проблема Банка Не чисто Нашего Предприятия Обратились На Сбербанк В 2012 Году Кредитную Заявочку Подали На пополнение Оборотных Средств Денежные Дополнить Как бы Затянуться Это решение Вопроса Затянуто Было Несколько Месяцев Обещали Но не выдавали Денежные Средства В итоге Встретились Назначено Было Совещание На территории Офиса Сбербанка В городе Череповсе Куда прибыл Управляющий Областного Отделения Сбербанка Тихомиров Предложил Нам подать Заявление В арбитражный Суд Вологодской Области Мотивировав Тем Что Предприятие Получит Передышку Не нужно Будет Временно Уплачивать Налоги Не нужно Будет Уплачивать Проценты По кредитам Через Какое-то Время Ситуация Нормализуется Обещали Даже Денег Воборот Добавить Что Вы подаете Заявление Мы вас Профинансируем Вы Встанете На ноги Заключим Мировое Соглашение Очистимся От проблемы И будем Дальше Работать Мы подписали Мировое Соглашение Я лично Как Поручитель По Всем Займам Предприятия Со мной Заключено Мировое Соглашение Был Проложен График Исполнение Соглашения Сейчас Симущество Которое Не имело Отношения К моему Комбинату Было Реализовано На сумму 28 миллионов Рублей И я Начала Выполнять Мировое Соглашение Все Было Радужно У нас До первого Собрания Ведена Была Процедура Наблюдения И до первого Собрания Кредиторов Все было Хорошо Мы так Дружили С Сбербанком И нам Было Представлено Качество Управляющего То есть Рекомендовал Господин Тихомиров Нам Господин Гамичев Александр Иванович Управляющего СРО По Вологодской Области Или по Северо-Западу В общем Я не знаю СРО Все Вам Поставят На Рельсы Все Заработает Все Будет Прекрасно Но В экономе Первого Согнания Кредиторов Вдруг В ночной Провеске Дня Возникла Тена Такая Что А мы Не можем Пройти В никакую Другую Процедуру Нам Нужно Пройти Через Процедуру Конкурсного Производства Основной Кредитор У нас Сбербанк Вообще Основные Кредиторы Это У нас Сбербанк Сбербанк На втором Месте Сельхозбанк Плюс По Поручительствам С Другие Предприятия А на Третьем Банк ВТБ Я Лично Я 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 Вместе Со Всеми Было Предложено Проголосовать За Переход В процедуру Конкурсного Производства Вот Как только Мы Перешли В процедуру Конкурсного Производства То Что Горица Горица Решили Стало Налаживаться И Нас Предприятие Удалили То есть Запретили Доступ На Предприятие И Начала Разворачиваться Ситуация Вот Как бы Таким Образом Начали Появляться Сначала В прессе Негативные Материалы Против Меня Как представителя Сайта Директоров Моего мужа Как основного Акционера Затем Было Возбуждено По Заявлениям Не знаю Там Какие-то Надуманные Совершенно Предлоги Я знаю Что Один Из Сельхозтовропроизводителей Пожаловался На Высокий Тариф Процентные Ставки По кредитам И В том числе Была упомянута Задолженность За молоко Сырье Которую Он поставил Читайского Комбината И в результате Было возбуждено На основании Этого заявления Было возбуждено Уголовное дело По факту Преднамеренного Банкротства Ну вот Дело это Расследовалось Расследовалось Полтора года В общем-то Практически Ну Больше года Оно расследовалось Может быть Год и три С 15 ноября 13-го года Было возбуждено А 14-го В 14-м году Где-то В феврале Месяце Уже Мне было Предъявлено Обвинение Моему мужу Было предъявлено Обвинение То есть Из факта Превратили Из факта Преднамеренного Банкротства В отношении Кого-либо Ну Потому что Мы продолжали Как сказать Бороться За интересы Предприятия То есть В арбитражный суд Неоднократно Обращались В общем Большая у нас Эпопея Там Переписка То есть Ну Мешали Так Можно сказать Господь Логовичеву Быстренько Все это Завернуть В красивую Гумашку Там В своих Интересах Ну Я считаю Уколовных дел Как бы Это Результат Нашей Деятельности Не повиновение Так Ну Не отдали Там Безбоя Предприятия Еще что-то Вот На сегодняшний день Как бы Такая вот Ситуация Предприятия Там Конкурс Отрецбур Конкурс На производстве Продляли Уже Предприятие Там Готовят К торгам Оценка На торги Значит Ну То есть Балансовая стоимость Активов Предприятия На момент Введения Процедуры Там 760 Миллионов То есть Это Балансовая Нерыночная Первоначальная Цифра На торги Как бы В оценке 330 миллионов Рублей Предприятие Продолжает Работать Ну Насколько я знаю Сложности Большие Потому что Объем Переработки Крайне Крайне Низкий Денежные Средства Как бы В обороте Предприятия Отсутствуют Может быть Вообще Моталлайн Сладут Потому что Тут Ходили Была Информация Такая Что Ну Подтвержденный Источник Но Тем не менее Что Якобы Какой-то Распредцентр Для торговых Сетей Может быть На этой площадке Сделать Ну Вообще Нам Вменялось Вино Изначально Что Вот Мы Там Не могли Налазить Вот Пришел Опытный Человек Который Изучал Искусство Управления Или Науку Управления Но он Все Сделает К сожалению Получается Так Что Он Не Сделал Там Часть Проектов Да Может быть Достаточной Прибыли Она Еще Не давала Но В общем-то Проект Молодой Сегодня Все Остановлено Там Не Законсервировано Нужным Образом И Все Прочее Ну Так Скажем Приходит Негодность Кому Оно Нужно То есть Может быть Обесценивается Не знаю Сознательно Намеренно Ненамеренно Но То Что Происходит То же Самое На территории Самого Предприятия Знаю Что Там Все Что Сохранить Там Есть Еще На Что Потратить Деньги Что-то Приобрести Модернизацию Уложить Деньги А не То Что Все Поснимать Все Что Не Заложено Все На Сегодняшний День Реализовать Еще До Торгов Вот Ну По крайней Мере Следователь Абб Заявила Что Там Вообще Какие-то Оптовые Склады Планируются Продать Под Какой-то Центр Ну Распредцентр Я Отметили Как раз Накануне В 2012 Году Восемь Предприятие Оно Просто Было Организовано На Других Площадках А Более 20 Порядка 20 Лет На Уже Те Производственные Цеха Которые Но Это Для Предприятия Не Возраст Согласитесь Да Там По 100 Лит Работают Причем Надо Учитывать Что Там Специфика Своя Молкопереработка Аналогичная Профиля Бывший Председатель СКПК Овушной Это Тепличный Кабинат Под Сереповцом 27 Апреля Этого Года Уволен В связи С Процедурой Введения Внешнего Управления Мы Занимаемся Точнее Занимаем Сейчас Предприятие Занимается Производством Овуштей Закрытого Грунта Производит Оно 40 Процентов Овуштей Вологодской Области Овуштей Тепличного Кабината Шерек Стабильно Я в Овушном Работаю С 2003 Года Работал 2003 Года Последние 8 лет Председателем Особенность Тепличного Кабината Заключался В том Что это Предприятие Сезонной Типа То есть Практически В зимние Межицы Выручки У Тепличного Кабината С ноября По Февраль Включительно Нет Затем Выручка Идет Начиная С марта И По Октябрь Включительно И по Эти 4 месяца Мы Закрывались За счет Уформления Кредитов Был у нас До 2014 Года Рощер Косбанк Затем Среди С проблемами У них там Начали Свои проблемы Нас Переагитировали Перейти На кредитование Сбербанк В 2013 Году Да В 2013 Году Мы Оформили Кредитную Линию На 2 Года В размере 90 миллионов Ублей 45 Миллионов Мы Обдали 45 Миллионов Должны Были Погасить В этом Году В связи С тем Что Появились Иски В арбитражный Суд О взыскании С нас Задолженности Кредитовской От Газовиков Банки С нами Перекватили Где Оказывается Все Отношения Потребовали Досрочный Досрочный Возврат Кредитов Но так как Мы уже Не могли Отдать Введена Была Сначала В январе Процедура Внешнего Наблюдения А с 14 Января Уже Процедура То есть 27 Ведена Процедура Внешнего Управления Уже Основной Кредитов В сравнении Кредитов Бел Сбербанк Но у нас Сумны Вошед Задолженности Не такие Огромные Но как У других Предприятий Но в принципе 45 Миллионов Мы Сбербанку Остались Должны 17 Миллионов Безов Росель Госбанку И 18 С половиной Миллионов Реистровая Задорность Перед Газовиками Мы Предприятия Ухеда Работали Всегда С прибылью Рассчитывались Со всеми Территорами Всегда Своевременно В том числе И с газовиками Ну как Своевременно У нас С газовиками Всегда Все эти годы Было Заключалось Своего рода Мировое соглашение То есть Мы На первые В января Выходили С кредиторской Задонности Перед ними По нулям А то даже Их кредитовали Где-то на январь Месяц Затем В марте Апреле Оформляли Весенний Так называемый Кредит В измерии Около 50-60 Миллионов Рассчитывались Со всеми Кредитами Затем До осени Мы спокойно Жили Осень Уформляли Очередной Уже Ощенний Кредит А в этом Голопрошлый Голливуд Это было Забудено Для нас Никакие Обращения Практически Никому Своей роли Не сыграли То есть Мы обращались И к газовикам Мы обращались И в банки О реструктуризации Долгов К газовикам Тоже обращались С письменными Противами И при встречах О том Чтобы тоже Составить Мировые Соглашения Но Голопрошлый Это кончилось Ничем И на сегодняшний День Я так считаю Что СКПК Ушной Как предприятие Оно Прекратит Своё существование Но в лучшем Случае Если Эти внешние Управляющие Господа Гамитсилы Продадут И вушество Овощного Какой-нибудь ОООшки Или кому-то Другому И на этом Всё кончится А почему Мы сильно Зависим От газа Последние Годы Тарифы Тут Несколько Причин Тарифы На газ Росли По 10-15% В год Практически За последние Пятилетку Затраты На газ У нас Удвоились То есть Даже Более Чем Удвоились Если Мы И что В 2008 В 2007 Году Утратили На газ Без по 20 Миллионов Год То В прошлый Год Уже 50 Миллионов А так Как Последние Зимние Месяцы Затраты Доходы Точнее Наши Минимальные Затраты Максимальные Эти долги Стали Расти И Естественно Восросла Потребность В кредитах Газовикам Последние Зимние Месяцы Последние Два Года Мы Уже Должны Были Платить По 8 По 10 Миллионов Месяц Если До этого Мы Платили По 3 4 Миллиона Месяц И Пока Как говорится Мы Могли До Прошлого Года До Прошлого Года С ними Договариваться О Расрочке Платежей О Переносе Например Там Проклад У Своя Добра Кроме Того Ещё Тут Ещё Существовала Проблема Дополнительная До Октября Прошлого Года Мы Отапливали Посёлок Это Затраты Тоже Значительные Естественно По условиям Доковоров Сенерго То есть Сенерго Собравивающими Организациями Мы должны Производить Были По три Периода Платежа В месяц А коммунальщики Которые Мы отпускали Тепло У них Согласно Постановлению Правительства Они имели Полного Права Не платить Нам в течение Двух Месяцев И вот Зимние Месяцы Конечно Было Очень сложно Работать Но мы С прежним Руководством Газпрома Договаривались Но Прошлый год В апреле Руководство Сменилось И Ему От уже Стосились Условия Но факт Тот что В апреле Новый Распределитель Волода Межрегион Газа Он Конкретно Поставил Задачу Или вы 30 апреля Закрываете Долг Или 30 апреля Мы вас Отключаем А что такое Отключение Отключение Хоть от газа Хоть от электроэнергии Тепличного комбината Даже на 30 Это смерть Тепличного комбината Вот Поэтому Все эти Месяцы Приходилось Как говорится Выходить И на областные Структуры И проведены были Десятки Совершений Чтобы нас За прошлый год Только газовики Пытались отключить 14 раз 14 раз Они нас Два раза Им удалось Подключение Практически Первое отключение В июне месяце Хотя бы В середине лета Оно привело К гибели урожая У нас на площади 21 То есть 21 Теплица Это Более Почти 3 гектара Половину урожая Мы прошли Два Потеряли Естественно Вуржька Прошли Глад Покатилась У нас Вниз А раз Покатилась Вниз Вот это Все И дело Было Овощное Сейчас Не платит За газ Почему Потому что В этом году Я специалист Скорее Что был Очень опытный Вот Сейчас Овощное Продукция Покатилась Резко Вот за этот Месяц Она Резко Упала Раз резко Упала Значит И доходы Тоже Резко Упали В конце Я считаю Что Овощного Не будет Мы Февральскую Заплату Сразу Выдали Апрельскую Мартовскую Заплату Тоже Выдали И Половину Задолженности Просроченной Выдали И должны были Закрыть Вот сейчас Маем Месяцем Задолженность По заплате На меня Уже Заведены Были Уголовные Дела О том Что я А там Вы сами Понимаете Два месяца Уже В принципе Уголовное Дело Завести Ну а потом Господин Гамисев Он мне Открыто В детстве Сказал Если Будешь Евгений Степанович Искать Где-то Инвесторов Или будешь Жалобой Обращаться Мы тебе Сразу Гарантируем Что Ты потом Нам спасибо Скажешь Если мы На тебя Не откроем Уголовные Дела По умышленному Банковску Предприятия Я говорю А я вообще Не банковил Предприятия Извините Я кратерористический Противник был Банковского Предприятия А ты еще Попробуй Это докажи Меня зовут Сочник Илья Владимирович Я являюсь Директором И учредителем Предприятия ООО Автострой Наше предприятие До конца 13-го года Занималось Строительством Обеспечением Строительных Объектов И В 13-м году Мы решили Поменять Сферу деятельности На сельскохозяйство Игорь Николаевич Платонов Нам предложил Выкупить Сельскохозяйственное Предприятие В принципе Условия У нас Устроили Первоначально И начали Мы заниматься Деятельностью Вот так как Это предприятие Было в банковстве В процедуре Нам напрямую Мгновенный Быков Не дали Произвести Что мы Не готовы Передали Первоначально Нам Это хозяйство На ответственное Хранение Мы Начали Заниматься Хозяйственной Деятельностью Вкладывали Денежные Средства В дальнейшем Нам Передали Его Оренду Я занималась Разведением Крупного Рогатого Скота Молочного Корова Молоко С самых первых дней Конкурсно Управляющие Стали Вести себя Недобросовестно Договор У нас Был заключен 12 декабря 2013 Года С этого же Момента В период С 12 декабря По 1 января Молоко То есть Средства Полученные С реализации Молока Должно Уже Поступать На наше Предприятие Так как Мы ведем Хозяйственную Деятельность На нормальном Путь Эти денежки Не выплатили Обещали Что В последующем Зачнем В аренде Вы не будете Платить аренду На эту сумму Эта сумма Составляет Порядка 800 тысяч Логрей Потом Януарское Молоко У нас Накопился Долг Перед Молкомбината Перед нами Еще В 980 тысяч Нам его Не Отвесили А хотя Молкомбинат Он являлся Арендодателем Он собственно Был имущество И на протяжении Всей Хозяйственной Деятельности До Декабря 2014 Получилось Так Что Мы Кредитовали Молкомбинат На сумму От миллиона До трех Выходили Суммы Беспроцентные Кредиты По другую Сторону Нам Молоко Не разрешили Везти Хотя По договорам Мы могли Везти Куда угодно Но Обязали Нас Везти Именно На Череповецкий Молкомбинат А именно Тем Что Договоры Аренды Были Краткосрочные И с нами В дальнейшем Так как Мы часть Молока Из-за Неуплаты Направили На другой Молкомбинат С нами Договоры Аренды Уже Не продлились Соответственно Не продлялись С нами Не продлевали Договоры Аренды И имущество Обратно Не принимали А мы Несем Ответственность На момент Передачи Имущества Ну Также Продолжали Вести Хозяйственную Деятельность В декабре Когда уже В конце Ноября Когда закончились Все уборочные Все подготовки К зиме Мне поставили Уже Условие О том Что мы В одностороннем Порядке Расторгаем Договоры Аренды Потому что Мы не можем Кредитовать Нам Молкомбинат Должен Порядка Двух Миллионов У нас У предприятия Нет средств Не на заработную Плату Даже Не на то Чтобы топливо Купить На доставку Кормов Заготовленных У конкурса Направляющих Дождались Момента Когда Мы Уронили На дое Если На период Когда возникла Проблема Что нам Нечем Стало Кормиться Мы сдавали Ежедневно На 98 На 110 Тысяч В день Молока Сдавали Они не платежами Вынабили Нас Так получилось Что на дое Упали У нас До 40 тысяч Раз в два дня Когда мы Перестали Молоко Везти Так они Рассчитались Ну и то Каким способом Опять же Обманными Путями Добились Того Чтоб я Написал Гарантийное Письмо На мой Комбинат Так как У нас Была задолженность По арендной Плате Перед арендодателем Что вы Пишите Письмо Чтоб мы Напрямую Переводили Денежки Туда И Остаток Денег Мы вам Сразу же Закрываем Ну письмо Я написал Деньги За аренду Они Сами себе Проплатили А перед нами Задолженность Так они И не закрыли Ну это В принципе Только вот Деньги Стали уходить На арендную Плату Которую Мы должны были Хотя При начале Аренды Мы заплатили Авансом Аренду За полгода Нам не было Проплощено За 6 месяцев Аренды При Расторжении Договоров Аренды Так как Мы Заготовили Наши предприятия На собственные Средства Заготовила Корма С конкурсом Управляющим Был заключен Договор По продаже Кормов На условиях Предоплаты Денег Мы не получили За корма Корма Они Израсходы Наши Я неоднократно Обращался И в органы Полиции Где мне Отказ Дают Возбуждение Уголовного Дела Потому что Они не видят Нарушения Закона Со стороны Комбурсного Управляющего Потом С жалобами Обращались В прокуратуру Об отмене Отказа Возбуждение Уголовного Дела Но везде Нам говорят Что Можно кормить Стадо Поэтому Из-за этого Нет нарушения Законодательства Вашей Со стороны Конкурсных Управляющих И Конкурсный Управляющий Который у нас На хозяйстве Был Он Понимает Сам Не принимает Никакого решения Он все время Ссылается На своего Уководителя Могонича Национального Иначе Что Мне Вот как Скажет Уководитель Заплатить Денежки Опять мы Сразу же Оплатим И Вот так Вот тянется Задолженность Нам Должны Деньги У меня На предприятии Не выплачена Заработная Плата В отношении Которой По факту Которой В отношении Меня Возбуждено Уголовное Дело Его Возбудили Буквально Через Несколько Дней После того Как я Обратился В органы Полиции С заявлением О том Что у меня Воруют Карма У директора Глава района Пригласил На совещение Заместителя Полиции Белозерской Где Впрямую Не дали нам Вывести И продать Несколько В результате Вот на данный момент Сейчас Кормов Нет Денежных Средств У нас На счетах Нет На меня Возбуждено Уголовное Дело Люди Обратились В суд Сейчас Получили Исполнительные Листы Которые Они Предъявили Судебным Приставам Судебные Пристава Исполнительные Сборы Выставили Это Где-то Порядка Восьмисот Тысяч Ну В общем Предприятия Они Вокруг Когда мы Заходили Туда На предприятие Как ориентатор Там Также Была Задолженность По заработной Плате Более Трех Месяцев Конкурсно Управляющие Полностью Закрыли Нашими Денежными Средствами Заработные Платы На предприятии Была Отключена Электроэнергия За наш счет Она была Включена Мы были Вынуждены Закрывать Долги Перед Сботовой Компанией Хотя Это не Наши Долги Но Тем не менее Нам пришлось Закрывать Для того Чтобы Включили Свет И Мы смогли Работать Полноценно В течение Всего Времени Работы Мы Были Вынуждены Делать Ремонты Не только Мелкие Косметические Но приходилось Сделать И капитальные Ремонты Также Нам пришлось Строить Летние Дольки Новые Так как Старые Были Развалены Которые В принципе Сейчас Хоть Разбирали Денег Нам за них Никто Платить Не собирается Ситуация Ситуация Ваши Дороги Защищать Производителя А не Загадить Левитный КВАО Ваши Предприятия Нежнажды Здесь То есть Вы там Здесь В этом Приносите Плазу Нарцедарства 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 КВАО Ситуация Местерна Но Мы М적으로 В converted В В В Субтитры создавал DimaTorzok